Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте. В эфире программа Другой Мир. Её ведущая Татьяна Доля, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях Юрий Владимирович Ведов, геронтолог и основатель клиники омоложения Ведов Клиника. Здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Очень приятно, что у нас есть такая возможность выйти с вами на связь онлайн. Хотели сегодня побеседовать. Для тех, кому интересна тема омоложения и долгожительства, пожалуйста, можете звонить нам и интересоваться, и задавать вопросы. Давайте начнём с того, Юрий Владимирович, почему вы вдруг заинтересовались этой темой? Первый интерес возник, конечно, когда уже у самого возраста приблизился к 50 годам, потому что я всю жизнь провёл в путешествиях по образованию доктор. И ещё в 90-е годы я начал встречать совершенно спонтанно долгожители, люди, возраст которых превышает 150 лет. Причём это в пяти странах. И уже когда возраст стал приближаться к 50 годам, у меня как раз возникла мысль, что мы живём очень мало творческой жизнью. Человек созревает только в 55 лет, и чтобы реализоваться, ему нужно, по крайней мере, 50 лет. И я поставил задачу, чтобы научиться останавливать возраст, чтобы мы могли вот в этом возрасте прожить наши 50 лет. Оставаясь внешне и внутренне как раз в хорошей форме. Вот, насколько мне известно, вы достаточно много времени, лет провели в Индии, в монастырях, и изучали, как это сказать, вообще систему омоложения, систему долгожительства, да? И, ну, вот сколько нужно времени западному, европейскому человеку, чтобы восстановить себя, как минимум восстановить, ну, вот если мы возьмём среднестатистический 50-летнего человека, да, если уже мы говорим об этом возрасте, чтобы его, ну, как-то восстановить, и насколько реально его омолодить при помощи ваших методик? Нужно, чтобы у человека, конечно, было желание, намерение, потому что, ну, уйдёт, наверное, полгода для того, чтобы на уровне мышц, сосудов, органов, систем, опорно-двигательного аппарата, нужно, чтобы у него все системы пришли в равновесие, чтобы он был полноценный. Что такое полноценный, допустим, 50-летний человек? Да, давайте это с ним. С моей точки зрения. Да, да, да. Это, если ко мне, допустим, приходит мужчина, и самый простой тест, я спрашиваю, ну, можете 5 километров и пробежать, и сильно не задохнуться, можете ли вы отжаться, ну, хотя бы 10 раз, потому что в юности мы все спокойно сжимаемся. Подтянуться 10 раз, отжаться 50 раз, сделать задержку полторы минуты, допустим, на вдохе. Вот самые простые тесты, и если человек говорит, что это ему всё невозможно, ну, то есть это говорит о том, что он состарился. Я уж не говорю, если молодой человек этого не может, он уже в идеально плохой форме, поэтому… Но когда человек начинает заниматься собой, конечно, все эти нормы, они будут увеличиваться. Ну, может быть, немножечко поговорим о том, как вы тестируете людей, вообще, как вы диагностируете людей у себя в центре. У вас же есть разные методики, как вы можете диагностировать. Вот человек к вам пришёл, вы, ну, каким-то образом, вот, ну, это самый минимальный тест, который вы сейчас озвучили, да, но есть, наверное, уже более глубокое тестирование, чтобы уже каким-то образом назначить какую-то программу человеку, если он уже решил в вашем центре проводить омоложение, очищение. У нас есть 7 видов диагностики, есть и диагностика по нативной крови по микроскопу и по капилляроскопу посмотреть состояние капилляров. И можно даже определить, есть ли у человека данные, что он, допустим, может через 5 лет заболеть онкологией или в данный момент есть онкология. Но обычный человек приходит, я его смотрю по пульсу, и это делаю уже, думаю, что больше 40 лет каждый день, и просмотрел больше 60 тысяч людей, и картина, в общем, она полностью для меня уже ясна. Насколько у человека есть потенциал, чтобы восстановиться или продлить жизнь, насколько его резервная функция уже израсходована, какие есть риски, потому что человек приходит, и самое главное увидеть первый, второй риск, ну, допустим, риск инсульта, к примеру, инфаркта, риск первого диабета или какого-то другого заболевания, отчего он может стать инвалидом. И в первую очередь, конечно, нужно убрать, ну, допустим, у человека прединсультное состояние, у него ишемия, сужение сосудов в голове, у него гипертония, часто поднимается давление, и, конечно, нам нужно время, чтобы немножко привести его в состояние, в первую очередь привести кровеносную систему. Но кровеносную систему мы не можем привести без работы над желудочно-тишечным трактом, над печенью, над сосудами, поэтому мы как бы начинаем с ним работать довольно в таком широком степени. Ну, если у него есть желание, конечно. Конечно, конечно. Но человек, если он пришёл, наверное, у него уже какое-то минимальное желание есть, безусловно. По-разному, да? По-разному. Иногда люди приходят, у него, допустим, 50 лет, у него болит поясница, и мы смотрим и говорим, что, вы знаете, у вас помимо поясницы, у вас сужены коронарные сосуды, то есть там на 60-70 процентов, это прединфарктное состояние, и нужно, конечно, заняться собой, уже есть одышка, но пока это его не беспокоит. Мы ему убираем проблему боли в пояснице, и он может дальше и не продолжить. Это как раз от зрелости, от внутреннего состояния человека зависит. Потому что многим людям, когда спрашиваешь, даже очень обеспеченно, они говорят, а зачем долго жить? Главное, не инвалидам, но прожить своих 70-75. Это 80 процентов людей, к сожалению. Да, вот это ключевое, наверное. Наверное, может быть, вот какая ваша позиция, для чего вы считаете, человек может, ну вот как вы сами для себя решили, вот для чего бы вы хотели прожить 100-150 лет? Безусловно, раз уж вы занимаетесь этой темой, значит, вы для себя этот вопрос уже решили. Системой долголетия, конечно, я начал заниматься, когда мне было около 50 лет. И несмотря на то, что я до этого уже всю жизнь провёл в поисках, в путешествиях, в учёбе, я просто понял, что мне не хватает примерно 50 лет для моей реализации. То есть я очень многого не сделал. И когда я стал просматривать самых талантливых людей, музыкантов, учёных, писателей, оказывается, они созревают 55-60 лет, а мужчина в среднем, он в России, допустим, он живёт на 65-69 лет. То есть ему по своей сути в 60 он созрел, ему осталось лет 8 своей деятельности. Конечно, если мы научимся, конечно, в первую очередь, это для того класса людей, которые не успели себя выразить, которые вот чувствуют, что только-только жизнь начинается. И это относится и к политике, это и к науке, это и к искусству. И, конечно, вот этот класс людей, если мы смогли бы на 50 лет продлить, мы бы значительно продвинули нашу культуру. Ну, вы знаете, люди действительно, я тоже беседовала со многими, мне вообще тема омоложения интересна, и я сама работаю с этим вопросом. И действительно, людям нужна мотивация, они действительно не понимают, что они могут ещё делать, там, знакомых, близких, родных уже не будет, да, у всех привязки такие. Поэтому, конечно, для того, чтобы хотеть жить ещё 150 лет, нужно понимать, что ты будешь делать ещё эти 100, 150 лет, да. И это действительно должна быть мотивация. На мой взгляд, очень важно как раз вернуться немножечко к тому, о чём вы уже проговорили, что ваша диагностика, ну, это вот чисто моё мнение, она позволяет увидеть болезнь ещё до её проявления, ну, то есть до её появления и проявления в физическом теле, да. Вот то, что вы говорите, до того, как уже появилась опухоль, или до того, как случился там инфаркт, то есть вы уже можете предупредить человека о том, что, ну, ему стоит заняться этим вопросом, конкретно этой проблемой своего здоровья. Я считаю, что диагностика – это самое главное. Конечно. И я часто эту мысль в выступлениях высказываю, что важнейшая проблема – увидеть, от чего человек может подгибнуть в ближайшие, скажем, 10 лет, 15 лет. Я это делаю, ну, последних, наверное, лет 40. То есть я с самого начала начал эту идею продвигать, и я просматривал, что у человека будет, от чего, допустим, он может попасть в аварию, может инфаркт быть, или онкология, или диабет, что может сдвинуть его с нормального русла жизни. И вот это, мне кажется, самое главное. По пульсу это можно определить. Я слышала, да, я слышала про диагностику по пульсу. Она действительно крутая. Да, каждый раз, когда я диагностирую, я всегда говорю, что у вас риск, допустим, через 12 лет этого, там, через 17 лет, ну, допустим, ЖКТ, и нам нужно программу составить, чтобы убрать риск вот этих патологических заболеваний, а потом мы уже можем заняться балансом тела, или омоложением, или долголетием. Может быть, расскажите, пожалуйста, немножко о том, о тех годах, которые вы провели в Индии. Наверняка у вас там учителя, и эти учителя наверняка прожили уже больше 100 лет, я так предполагаю, да? Может быть, вот пару слов расскажите, пожалуйста, у кого вы учились и чему вы там учились? Ну, я человек православный, и в своё время учился в семинаре, жил в монастырях, и поехал в Индию уже после этого заниматься как раз изучением аюрведы, древней индийской медицины. И буквально в первый месяц, это ещё был в далёте 94-й год, я встретил в первый месяц долгожителей, так как уехал на север Индии. Ну, одно из образований лингвист, поэтому была возможность у меня общаться на языке. И с того момента, конечно, в те годы, в начале 90-х, тогда не было желания, понимания, что нужно остановить. Я опять же тоже, когда говорю о долголетии, всегда подчёркиваю, что если человек, конечно, он осознанно, и он начнёт заниматься в 30-35 лет собой, конечно, он может в 50-55 выглядеть минус 15-20 лет. Очень сложно, когда человек начинает в 50-55, и у него много уже патологий, он выглядит на свой возраст, и намного сложнее в обратную сторону повернуть состояние здоровья и внешний вид. Но, в принципе, это возможно. И вот в те годы, когда я начал встречаться, я просто наблюдал, видел довольно много людей, и, как я сказал, в пяти странах, не только в Индии. И это Бирма, это Ши-Ланка, это Сирия, это Титай. Ну, конечно, больше всего в Индии. И в Индии, несмотря на свою закрытость, они всё-таки общаются. Они общаются с внешним миром, они делятся своими знаниями, своими мыслями. И, ну, то есть они открыты, ну, определённой группе людей. Особенно, если человек с ними может на их родном языке говорить. Я была в Индии, да. Поэтому, ну, довольно много информации. Да, я была в Индии, тоже видела и видела долгожителей. Да, они действительно открываются, действительно, не всем, а какой-то определённой категории людей. Вы совершенно точно заметили. Это правда так. Но вот, наверное, нашим радиослушателям будет интересно узнать, какой самый, как это сказать, взрослый долгожитель, который вам попался там. Сколько лет ему было? Ну, я бы не хотел никого шокировать. Ну, много, намного больше, чем нам. Ну, вот один из тех, с тем я общаюсь, ему 275, но он довольно молодой. Вот 178 – это вот просто вот человек, вообще ничем не занимающийся есть в Индии. И он, как говорится, в книгу рекордов Диннесса почему-то не вошёл. Ну, и в газетах, в журналах, и на телевидение его приглашали, исследовали. Есть видео и там по 125 лет, и есть видео на десятки часов вот этих долгожителей, которым больше лет. Ну, я знаю, что, во-первых, это уже не секрет. Об этом действительно говорят и по телевидению, и по радио, и пишут. Поэтому в это можно уже поверить. Обычные люди, они могут в это поверить. Просто, видимо, людям трудно представить, точно так же, как людям трудно представить, что человек может есть, может жить, извините, без еды, без воды и без сна, да. То есть такие люди, как автономы, они сейчас есть. И у нас уже был эфир с одной девушкой, которая вот рассказывала о том, как она к этому пришла, да. То есть люди уже верят в это, потому что это уже не единичные случаи. Но им очень трудно понять, а как же это всё-таки происходит? Как же это реально дожить до 200 или 250 лет? Это правда. Вот как раз автономы. Мы проводили уже несколько семинаров с ними. Они у нас даже приём ведут. И мне эта тема интересует, потому что основная проблема, почему мы не можем жить долго, у нас примерно до 100 программ. и вся наша жизнь, она как бы ограничена этими программами. Но одна из программ – это питание, что мы должны кушать столько белков, жиров, углеводов. Мы не должны меньше. Хотя вот, скажем, я обнаружил, что вот я в последнее время стал по три дня голодать и стал голодать даже без воды. Я могу сказать, что даже не сильно вес уменьшается. И после этого соти, сыроедение. И зачем тратить свои ресурсы организма, когда метаболизм уже стал меньше? И то же самое с питьём. Вот многие мои пациенты, то есть они до 20 дней живут без пищи, без воды. Автономы, они месяцами живут без пищи, без воды. Иногда они раз в два-три дня кушают. Они ограничивают себя во сне, ну, скажем, полностью. Я пока даже сам не могу принять, что полностью не спать. Ну, часто, допустим, там вдвое, в трое суток. Но это уже запредельная информация, что если человек, он может себя ограничить благодаря как раз тому, что у него нет сильной интоксикации от большого количества еды, он начинает намного меньше спать или вообще не спать. И открывается, конечно, возможность, ну, в первую очередь, это, конечно, духовное, потому что психические силы, они возрастают в десятки раз. Если человек, допустим, не поест даже 10 дней, ну, там, с клизмами, понятно, чтобы не было интоксикации, и 10 дней не поспит, там идёт такой поток энергии, информации. То есть он может очень многие вещи, программы себе изменить. Вот три программы. Первых — это сон, это еда, это питьё. Три программы из ста, которыми нужно управлять. То есть чем больше программ человек сможет поставить под управление, тем больше нейронных связей у него будет в мозгу. Потому что опять я часто очень повторяю, что у среднего человека у него 1% нейронных связей работает. Поэтому он ограничен вот этими ста программами, он живёт в рамках, и выйти за 1%, он даже мыслит за 1%. И 1% мышления, он никогда не позволит увидеть, что-то большее, его интересы не могут выйти за 1%. И, конечно, когда попадается другой человек, у которого, скажем, 5%, он кажется нереальным, он кажется сектантом, он кажется ненормальным. Поэтому наша, конечно, задача, ну, кто к этому готов, это выйти немножко за свои пределы. Конечно, это не для каждого. И я не перестаю повторять, это действительно не для каждого. К этому надо готовиться. И в своём интервью, вот у нас девушка тогда, Любовь Карлова у нас была, вот она уже 4 года без еды, без воды. И, конечно, она говорила, что всему этому следовало сначала сыроедение, она шла постепенно. И действительно, человек должен быть готов не только на физическом уровне. Физический уровень – это уже последнее, к которому подходит. Конечно, конечно. Я уже эту тему… И эта тема, она действительно очень интересна. И очень много молодых людей сейчас, поскольку я интересуюсь этой темой, переходят на это. И это действительно реально. И реально это сделать в любом возрасте, но не для каждого, конечно. Здесь я с вами согласна. В 95-м году я когда жил в Индии, жил в Ашраме. И у нас как раз была традиция, что практически все, кто там жил, они 4-5 лет жили абсолютно без твёрдой пищи. То есть там местный доктор-учитель, он давал свою методику дыхания, образа жизни. И люди жили по 4-5-7 лет абсолютно без питания, только на жидкой пище. Ну, в основном это были соти, вода. В редчайших случаях это было молоко, в редчайших случаях. И интересно, что никто не терял в весе. Поэтому, конечно, наши возможности, они невероятно огромные. И если мы начинаем в себя, в первую очередь, верить, что мы можем что-то изменить, у нас довольно много открывается. Ну, вот такой вопрос. Например, как женщине, вообще можно продлить детородный возраст? До какого возраста, вот с вашей точки зрения, женщина могла бы рожать? Если бы захотела. Безусловно. Ну, здесь, опять же, в первую очередь, для чего это нужно? Потому что, когда женщина рождается, ребёнок, девочка, у неё до миллиона ициклеток, а в основном по жизни, ну, примерно 460 ициклеток. Это как бы та программа, которая заложена. Да. И как только ициклетки заканчиваются, наступает менопауза, идёт гормональное обрушение, и очень много способов, как продлить этот детородный период. Ну, допустим, одна из техник, это, допустим, особенно если девушка занимается спортом, есть способ, что вообще убрать менструальный цикл, и женщина может 5-10 лет жить без менструации, то есть у неё организм не подвергается сверхстрессам, и у неё ициклетки не расходуются, и затем, когда, допустим, наступает, к примеру, там, 28 лет, можно опять ей восстановить, и она совершенно спокойно может родить. Но вот она сократила свой, допустим, срок детородный уже на 10 лет. Это как один из способов. Вот это я впервые слышу, очень интересно. Ну да, этой информации, скажем, на рынке нету. Второй способ. Женщина, ну, вообще я считаю, что женщина намного больше, более одарена, чем мужчина, хотя вот по всей истории мужчины, они подавляли женщин, это все виды инквизиции, это отношения мусульманской к женщине, хотя у женщин, вот сама природа, энергия и земли, она невероятно огромная, и потенциал женщины, я считаю, что, ну, возможно, заложено, потому что ей нужно родить, выносить, воспитать, и ещё и мужа в нашем обществе, вести за собой, воспитывать и помогать ему, чтобы он там не бегал налево, и там не пил, не курил, не читал газеты и телевизор, как склонны многие мужчины. И поэтому, конечно, у женщины психический потенциал, он, я считаю, намного больше. И если женщина, допустим, с молодости займётся, она может, это тоже одна из программ, это рождение, она, конечно, может растянуть, ну, я считаю, что я видел женщин, которые в 60-65 лет у них продолжали быть менструацией, и, ну, насколько это нужно, опять же. Да, 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 безусловно. Мы сейчас говорим о возможностях, конечно. С другой стороны, если женщина работает над своим женским центром, над энергией, именно над женским умом, который, этот центр, он находится не в голове, а именно в районе матки, женщина может научиться управлять ни через дипоталамус, ни через дипофиз, совершенно другим способом, может научиться управлять своей гормональной системой, и когда наступит менопауза, у ней женские гормоны не будут обрушиваться, а, соответственно, не будет там уменьшения кальция, и там вторичная штука признать, и не будет там тестостерон подпрыгивать, и она может свой гормональный уровень держать довольно в высоте, оставаться в 60-70 лет женственной, красивой, и у неё никогда никто не скажет, что у неё там повысился тестостерон, и какие-то побочные вот эти мужские признать появились. Ну, а у мужчин, давайте уже тогда поговорим и о мужчинах, раз уж мы уделили столько времени женщинам, что касается мужской потенции, как здесь можно говорить о продлении? Ну, у мужчин ещё более интересно, потому что я считаю, что мужчины, с одной стороны, вот им такое у многих людей духовно, вот они открыты, с другой стороны, конечно, они расходуют свои силы бездумно, свою мужскую энергию, потому что, опять же, это тоже одна из программ, которую нужно ставить под управление. Я считаю, что в 70 лет не должно быть потенция понижена, то есть если это просто нет культуры, как вот, скажем, у девочек с детского сада, со школы, с института, всё время женская энергия, она подавляется. И когда девушка оканчивает университет, по своей сути, она выходит в мир уже таким полумужчиной, у неё очень много мужских навыков, она и одевается, и ведёт себя, то есть это требует общества. Соответственно, мужчина, который с ней общается, он не получает достаточного количества женской энергии, и редко, когда семьи, они воспитывают мужественных мужчин, грамотных, дают ему культуру. Для этого родители должны быть образованы. И если, скажем, такие родители, допустим, вот, кстати, многие духовные люди, у них там по пять, по шесть детей, это я всегда очень радуюсь, приветствую, потому что если с детства, допустим, мужчину правильно воспитывать, в 70 лет у него никогда не будет понижения потенции. Он просто будет знать законы, законы использования своей мужской силы. Они определённые есть, есть определённые тренировки. Конечно, конечно. Об этом, в общем-то, тоже уже известно, и для тех, кого это интересует, они всегда могут найти интернет всем в помощь, ну, а, соответственно, и учителя. Юрий Владимирович, давайте, может быть, поговорим немножечко о ваших авторских методиках, которые вы используете в вашем центре. Какие наиболее интересные, о которых вы могли бы рассказать? Ну, вот, по моей системе долголетия, на вот первых 30 процедур, которые, я считаю, они необходимы для того, чтобы человека восстановить, восстановить, сделать его здоровым, сильным. Я всегда в данном случае говорю, что 50-летний, допустим, человек, он должен быть, если он занялся долголетием, по своей функциональности, он должен быть приближен к 20-летним. Что это определяет? Опять же, что если он, допустим, пробегает 5 километров и не задыхается, если он может произвести быстрое движение, не хуже, чем, допустим, 20-летний, если его сосуды, они не хуже, чем у 20-летнего, ну, физическая норма, дыхательная норма, состояние органа. Вот, поэтому, ну, вот, возьмём первую процедуру. В основном люди умирают на первом месте, это сердечно-осудистые заболевания. И мы предлагаем одну из самых главных процедур, это капилляротерапия. Я активно её проповедую и практически последних 40 лет, 30 лет я на себе её использую. Все мои пациенты, друзья. Что это такое? Это есть ряд бальзамов. Человек ложится с кончиков пальцев ног до макушки он натирается, вбиваются эти бальзамы, а потом открываются, открываются поры и опять наносится. И огромное количество бальзама, то есть до полулитра, за час-двадцать, впитывается, и большая часть попадает в капиллярное русло. Эпидермальный слой, он начинает отшелушиваться, как типа пилинга, потому что эпидермий с 20 лет, он довольно быстро регенерируется. Ну, у 20-летнего, примерно, за 20 дней, а у 55-летнего уже там за 65 дней. Соответственно, возникают морщинки. Здесь скорость отшелушивания и регенерации поверхности кожи мы устаряем в три раза. Соответственно, если даже на одной процедуре мы убираем проблему капилляров, следовательно сосудов, мы убираем проблему инсультов, инфарктов, мы и омолаживаем кожу. у человека до 100 тысяч километров длина капилляров. То есть это два раза по экватору мы можем обогнуть сосудами только одного человека Землю. И через капилляры мы, по своей сути, можем воздействовать на любой орган. Вот это первая процедура базовая. То есть это так называемая пропитка, да? Ну, пропитывание всего тела. Да, пропитывание, капилляротерапия, обработка бальзамами. У нас 7 бальзамов. Эти бальзамы вы тоже готовите сами, да? Да, мы готовим сами. И у меня даже идея вот сейчас прямо по многим городам, по клиникам, эту идею протолкнуть, сделать в первую очередь диагностику капилляров. У нас уже разработан капилляроскоп, и он выйдет в ближайшие буквально уже месяц, и в большом количестве мы начнем по разным клиникам. То есть мы палец ставим под камеру этого капилляроскопа, и по району заусеницы там определяется состояние капилляров. Это выводится все на компьютер, и там сразу видно, в ком состоянии возраст сосудов человека. И мы проводим одну, две, три процедуры, и мы сразу видим динамику, насколько у человека меняется состояние сосудов. И вот только одна процедура, такая диагностика и такая процедура мы уже решаем одну из главных таких проблем. Это сердечно-судистое заболевание. Да, да. Второе, это вот глубокий массаж ногами, потому что почему мы 50 лет не можем быстро двигаться, потому что жесткость мышц, связок, суставы, они уже с аркорозами, позвоночник тоже со своими проблемами. Одну секундочку, я извините, я вас прибью, у нас идет звонок, мы попробуем принять этот звонок. Слушаем вас. Добрый день, ну конечно, что вы говорите, очень запредельно интересно, но просто примеряя на обыкновенных людей, годами без еды, без воды, это трудно даже головой осмыслить. И у меня будет вопрос совсем такой, извините даже за него, а что вы скажете об алкоголе? То есть вообще он в какой-то мере для кого-то, для вас, вот таких людей, подобных вам, а тем более, нет, вернее, для нас-то он в какой мере, мы его все употребляем больше-меньше, а вы, наверное, при слове алкоголя у вас вообще, наверное, другие ассоциации, или все-таки даже в природе, в животном мире, значит, во флоре передается как-то из, ну, употребление алкоголя даже среди животного мира как-то там. Поняли, поняли вопрос. Да, 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 спасибо. Вот, я, конечно, не хочу обижать производителя алкоголя, у меня есть вот и мои пациенты, те, кто производят алкоголь, я с ними много лет вот общаюсь, дружу, не могу, как бы, воздействовать, это личный вопрос, скажем, зрелости человека, я, скажем, сам никогда алкоголь не употреблял, не по каким-то моральным, ну, просто я считаю это абсолютно глупо, затуманивать свое сознание, потому что, ну, миллион способов есть духовных, что можно свое сознание изменить, уйти от стресса, отдохнуть, но каждый человек он выбирает, раз алкоголь еще вот со времен, мы помним, что Иисус Христос, это начало нафроэры, тогда он наливал вино, и там вино веселит человека, и так далее, и так далее, но могу единственно сказать, как врач. в свое время я купил самый такой подробный темнопольный микроскоп с большим разрешением, я стал всех людей смотреть, вести историю состояния их сосудов и крови, что я обнаружил. Я уже на видео все это снимал, это все выведено на большой телевизор, я знаю, что там, допустим, круглые эритроциты, все нормально двигается, и приходит человек, который вчера, допустим, принял большое количество алкоголя, ну, большое, допустим, полбутылки вина, я уже о водке не говорю, это на самом деле, я ее использую только для лекарств, она абсолютно невкусная, но мужчину почему-то во всем мире любят, опять же, не могу осуждать, это выбор каждого человека, у каждого человека свой путь, и мы смотрим кровь, он вчера выпил полбутылки, даже бокал, на сегодняшний день у него эритроциты, которые по своей сути являются одним из главных показателей состояния крови, они, во-первых, все слипаются, там по 4, по 5 образуются такие столбики, они уже не смогут пройти через мелкие капилляры, потому что размер капилляра уже не позволит вот этому плотному соединению пройти, то есть уже у нас отключается часть капилляров, дальше, эритроциты, у них начинает такая игольчатая структура, то есть стенки эритроцитов, они разрушаются, и у всех, кто пил алкоголь, я это наблюдал, поэтому, когда мне эту тему говорят, с точки зрения медицины, здесь понятно, что никаких там очищения сосудов от бряшек не может быть, наоборот, но с духовной точки зрения психической, многие говорят, да, что это помогает им от стресса, но каждый человек выбирает, ну скажем, такой легкий способ уйти от стресса, если у человека духовный потенциал, он лучше, скажем, молитву, духовную практику выберет, или там фитнес-центр, он, вот эту нагрузку психическую, он выберет просто на другой уровень. Ну все ясно, да, есть, в общем-то, много способов, да, я думаю, что вы ответили на вопрос. Спасибо. Давайте вернемся к нашему разговору вот по поводу вашей второй авторской методики. У нас время очень быстро прошло, осталось всего 10 минут нашего эфира. Несколько методиков расскажу. То есть 50-летний человек, он не может быстро двигаться, он не пластичный, он не гипти. Если мы начинаем делать глубокий массаж ногами до костей, у него буквально уже через несколько месяцев становится мягкое тело. Затем мы систему подвешивания практикуем. Когда человек подвешивается, допустим, за ноги или за шею, его проминают, разминают, у него уходят грыжи, у него в корне меняется состояние. То есть он становится намного более функциональным. Затем есть 10 принципов правильного функционирования тела, что 55-летний человек может руками-ногами скажем, двигать, как 20-летний, допустим, мастер спорта по боксу. То есть это можно обучить, сделать. Да, я только хотела сказать, наверное, не надо самому друг к другу ходить и топтать. Все-таки этому надо обучаться. Я сразу хочу предупредить. Или же все-таки можно? Нет, конечно, этому надо обучиться. мы обучаем. В принципе, человек, ну, допустим, муж и жена приехали, они прошли обучение, и они потихоньку обучаются, потом через два месяца приехали, посмотрели, какие ошибки. Конечно, лучше, когда пара сами, скажем, 5-7 процедур. Следующее, это надкосничный массаж. Это надкосничный массаж лица, головы. То есть мы можем форму головы, асимметрия практически у всех, мы часто рождаемся с асимметрией, и мы можем выровнять этой процедурой, убрать асимметрию иногда за одну процедуру. Это как бы моя авторская методика, я это делаю последних 11 лет каждый день. Можно изменить форму носа, скул, можно поднять на сантиметр. Без всяких пластических операций. Да, иногда нужно вот с носом сейчас несколько человек ходят, просто убрать горбинку и немножко выровнять перегородки. Но это сложнее перегородки, а форму носа можно, реально нос можно уменьшить, вот даже, скажем, депардия нос. Я могу сказать, за полгода я бы сделал ему нос, который был у него 30 лет назад. Ну, если бы, допустим, он начал заниматься. Потом то же самое с телом. Мы очень часто вот у нас работают остеопаты, но чаще всего это временная помощь, потому что человеку 55 лет, у него там грыжа, у него протрузия, у него там другие патологии, у него искривление таза, креста. И, конечно, просто немножко подправив, мы не решаем проблему. Ну, это понятно. костный массаж надкостичный, он делается костяшками, этими, этими, и довольно глубоко делается курс, через месяц еще курс, 15 раз, через 3 месяца за 4-5 курсов уходит и протрузия, и на 70% уходит грыжа. Ну, грыжа, там у меня 9 пунктов дополнительно, как убрать грыжу, потому что, конечно, если случают там 5-6 грыж, это нормальная вещь для 50-летнего, а на сегодняшний день уже для 35-летнего это нормально, по трусу грыжу. Мы убираем эту проблему, мы обновляем позвоночник, это следующая процедура. Затем, скажем, с лицом, там тоже есть ряд процедур, как я не сторонник операции, не сторонник лотоксов и считаю, что, по крайней мере, я ищу способы и подтяжки лица, и есть 4 процедуры дополнительно, как улучшить состояние лица абсолютно натуральным способом. Извините, у нас опять идет звонок, примем звоночек, сейчас одну секундочку, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Хотелось бы задать вашему гостю вопрос, а что, какое мнение у него по поводу правки Атланта? Благодарю. Значит, правка Атланта, я шею делаю уже 20 лет, мягким способом, в свое время мне шею свернули, вот один мой учитель, он доктор медицинских наук, это было 35 лет назад, с тех пор я как-то к шее очень внимательно считаю, вот та правка Атланта, которую сейчас многие остеопаты предлагают, это не совсем правда, потому что реально, чтобы Атланта поправить, я видел таких людей, когда просто голова, она снималась полностью с позвоночника, правился позвоночник, и затем череп ставился опять на место, чтобы выправить Атлант, реально, это огромный-огромный стресс для организма, любой позвонок подправить, Атланта особенно, потому что все давление головы в первую очередь приходится на Атлант, поэтому, когда говорят, что вот мы сейчас вам подправим Атлант, может, великие мастера есть, великие мастера есть, я за свою жизнь видел только одного человека, который с шеей невероятно хорошо работал, и ротации, когда подправляют, я очень против, потому что очень много случаев травм от ротации, ну, то есть, когда прощел во всех пластях, поэтому пражка Атланта это только если, ну, очень высотий мастер. Ну, я бы сказала, надо быть очень осторожным в таких вопросах все-таки. Спасибо большое, я думаю, мы вам ответили на вопрос. Продолжим дальше, у нас осталось еще каких-то 5-10 минут, я так понимаю, мы можем еще поговорить с вами. Юрий Владимирович, вот по поводу женского омоложения мы начали говорить, что практически без пластических операций можно вернуть молодость лицу, кожи, даже женский, я поправлюсь, сейчас очень много мужчин интересует этот вопрос, нельзя говорить про женщин, здесь я поправлюсь сразу, это интересует как мужчин, так и женщин сейчас. Наверное, клиентов у вас много и мужчин в том числе. Мужчин много сейчас, действительно, много мужчин интересуется, потому что я считаю, что любой успешный человек, неважно мужчина или женщина, он хочет выглядеть моложаво, в хорошей форме, потому что когда к нам, допустим, кто-то приходит на встречу, мы всегда, наше лицо, наше тело, это карточка, что мы из себя представляем, это первая наша визитная карточка. По лицу, конечно, локально работать, но этого недостаточно, потому что нужно брать, допустим, если мы делаем, работаем, делаем надкосничный массаж головы, лица обязательно, конечно, лучше работать и со всем позвоночником. И когда мы начинаем работать с позвоночником, с головой, убирать асимметрию, делать подтяжку, здесь сразу огромное количество и сосудистой проблемы, и проблемы пищеварения, и там мешки под глазами, и мы сразу уходим, конечно, в более глубокий подход. Да, нежели эстетика, да, Ну да, поэтому люди, кто не хочет много работать, они обычно быстрее сделают пластическую операцию, подколят и сразу эффект, но накапливается вот этот отрицательный потенциал, и ко мне приходят женщины, как мне даже недавно сказали, я этого термина не знал, тюнингованная женщина, то есть такой идеальный тюнинг, то есть там всё абсолютно, оно искусственно во всех частях, но тоже способ, выглядит по крайней мере человек хорошо, мы отрицать не можем, но просто вот есть ряд людей, которые за натуральность, я считаю, настолько прекрасно видеть даже женщину 60 лет, она ухоженная, она обаятельная, у неё всё натуральное, и когда вот эти вмешательства, огромное количество вмешательств, но если это скажем, грамотный натуральный подход, я могу сказать, что человек будет не хуже выглядеть вот этого искусственного человека, потому что всё равно тенденция к искусственности, это и диабетикам помпа, это и стенты, это огромное количество на сегодняшний день сейчас искусственных вещей в организме будет, это искусственная почка и куча других вещей, мы уже без этого, это прогресс, и часть людей будет идти этим путём, часть людей они всё равно будут стараться ту же почку учиться вырастить, и есть способы, и есть случаи, когда выращивали натуральные способы, конечно, это намного прекраснее, опять же, зрелость души, насколько человек, какое у него внутреннее намерение. Да, да, всегда есть выбор, я всегда говорю, есть выбор всегда, идёт звоночек, ну попробуем ещё ответить на один вопрос, слушаем вас. Алло? Ну, уже не дозвонился. Я благодарю вас за беседу, наше время, к сожалению, подошло к концу, в общем-то, имеем какое-то представление о том, что можно вообще, какие услуги можно получить в вашем центре, как только будет возможность, с удовольствием приеду и лично познакомлюсь с вами и с вашими методиками. Большое вам спасибо за беседу, и всего вам самого-самого хорошего. Да, вам спасибо, что вы интересуетесь. Чем больше таких людей, тем быстрее будет продвижение правильного образа жизни. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,